Крым, Евпатория. Теплое море, горячий песок и яркое палящее солнце. 105 наринмарских ребятишек отправились сюда, в один из лучших курортов Черноморского побережья, чтобы просто хорошо провести время и набраться сил перед зимой. О том, как это было, смотрите в нашем специальном репортаже. 31 градус по Цельсию. Солнцем и жарой встретил неинских ребят полуостров Крым. В Солнечную Евпаторию добирались на самолете, который арендовали специально для перевозки маленьких курортников. 4,5 часа – и вот оно, Черное море. Перелет все 105 ребят принесли нормально. В детский оздоровительный центр «Дружба» дети прибыли на комфортабельных автобусах. Дети, синий автобус, подходим сюда, выстраиваемся, по два человека откроемся. Вещи забрали, вот так строимся в одну колонну. Знакомство с вожатыми, краткий инструктаж по технике безопасности, сытный обед и расселение по комнатам. Три кровати, тумбочки и шкаф, интерьер скромный, но есть все необходимое. Главное, что море рядом и ярко светит солнце, улыбаются ребята. Сразу после заселения – деление на кварталы. Так в лагере называются отряды. В каждом квартале по 25 жителей, а управляет этими мини-городами мэр вожатый. На его должность, кстати, очень жесткий отбор. Все воспитатели – педагоги со стажем от пяти лет. Они и организовывают досуг детей. У нас рассчитана план сетка, она вот на столько дней, насколько приезжают дети на заезд. На 21, на 17, на 18. И вот на каждый день у нас идет мероприятие. Там день встречи, от дня встречи до дня конца. И очень много разных. Например, 8 определенных, которые именно вот должны случиться. И это где-то подготовочные. А все остальные – это идут экспромтом. Это вот конкурсы. Там пошли, там, царик принесли, сели, лопнули. Вот у нас есть очень веселый мероприятие. Называется конкурс «Праздник шаров, бантиков и ленточек». Шарик, бантик, пузырек мы называем. Мы еще делаем, может, видели, знаете, такие пузырьки большие, когда две балки, такая нитка, и вот так вот небольшие пузыри надувают. Да, вот мы тут такое тоже делаем. А, здорово. Да. И вот на этом у нас строится досуг детей. Есть дневные мероприятия, есть и вечерние мероприятия обязательные. Каждый день дискотека, также показ кинофильмов обычный на экране и также из 3D. А с утра у них либо процедуры, море, ну и вечером, если нет подготовки, то море. В основном мы вводим детей на море, потому что они… Море, 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 море. Так, они любят очень море. Так что мы их всех на море покупаться, тем более игры на пляже, им никогда не вредили. А если у них нет процедур, полезный воздух, все морской воздух, это тоже, как сейчас, процедура. Он соленый и полезный. Ага. А вот к нашим деткам есть трудные детки. Как находите подход? Справляетесь вообще? Да, как бы у нас воспитатели работали первый год и были разные дети. Были там, ну как бы, многодетные семьи, такие как бы, ну есть трудные. Но, как-то со всеми мы находили общий язык, подход, как бы мы воспитатели, но у нас есть такая работа. Ну, у каждого есть, собственно, такое образование, так, педагогическое. То, на что учился. Помимо лагерных мероприятий, ненецкие путешественники знакомятся с культурой и особенностями Крымского полуострова. Первая экскурсия – морская прогулка на катере. Ребята оценили красоту старинных памятников архитектуры и песчаных пляжей, утопающих в зелени города, миноретов, ханской мечети Джумаджами и сияющих в лучах солнечного света куполов собора Святого Николая Чудотворца и Святой Иринской церкви. Да, нравится. То, что катаемся, то, что ветер, что не душно, не жарко. Вообще красиво очень рассказывают, плюс и воздух хороший. Хотим купаться. Ну, сначала мне показалось, что здесь будет плохо, а потом стало как-то веселее, стало лучше. Настроение начало подниматься. Ну, мне все нравится, как бы проживание, комната, все хорошо, кормят тоже хорошо. Лагерь хороший, лажатые тоже добрые. Ну, а что ожидаешь от вот этих 20 дней? Ну, каких-то новых, не знаю, ощущений таких, впечатлений хороших. Полюбовавшись на Евпаторию с моря, юные туристы отправились в Дельфинарий. Прыжки через обручи, висящие на большой высоте над водой, игры с резиновым мечом, искусство рисования, красками на ватмане, танцы. Феерическое представление в Дельфинарии длилось всего час, но ребята были в неописуемом восторге. Акробатические номера от морских котиков и морских львов, белых китов и, конечно же, дельфинов. Вот сейчас они поют песни, ну и, пожалуй, для наших ребят это самая интересная экскурсия. Каждый из них сможет прикоснуться к дельфину и испытать радость общения с ними. Экскурсии, праздники и дискотеки – это все, конечно, хорошо. Но купание для северян, пожалуй, самое главное событие. После холодного северного лета погреться на солнце и поплескаться в теплом море – что еще нужно для счастья? Тем более в 30-градусную жару купание – самый приятный и быстрый способ охладиться. Впрочем, в первые дни пребывания в лагере принимать солнечные ванны и заходить в море ребятам не разрешали. Акклиматизация – вещь серьезная и требует терпения. Но спустя пару дней ожидание с лихвой компенсировалось. Ну и сейчас самый долгожданный, пожалуй, момент. Ребята впервые купаются в море. Все очень рады. И сейчас мы спросим, каково это? Ребятки! Иди сюда! Как водичка? Голодая! Голодая? Да! А так, очень хотела купаться? Ну да! Ну как водичка? Тебе хорошие! Хорошие! История лагеря «Дружба» началась в 1958 году. Тогда он именовался пансионатом для работников Южного Днепропетровского машиностроительного завода. Спустя несколько десятилетий, в 90-е годы 20 века, были построены новые корпуса, и пансионат переквалифицировали в детский оздоровительный центр. За лето лагерь может принять более трех тысяч детей. Задача нашего центра, наших сотрудников, по максимуму хорошо оздороветь наших детей, чтобы была полная безопасность их отдыха, чтобы они набрались силы, их здоровье покрепчало у нас в санаторий. А хорошо, а вот как обеспечить, как обеспечивается безопасность детишек? Ну, задача стояла, это первоочередно, это безопасный отдых детей, как на территории, как в корпусах, как на побережье моря. Все было предусмотрено. У нас перед началом курортного сезона было проведено обследование акватории моря. То есть та территория, та зона, где купаются наши дети, нашими подводниками, была исследована, сделано заключение, оформлен паспорт на пляж. У нас безопасность на воде стопроцентная, потому что у нас и спасатели, все укомплектовано, медицинская служба, медпункт, все. Территория санатория охраняется непосредственно нашей охраны. Значит, имеются пропускные только детей мы организованно выпускаем с территории и запускаем только с взрослым, которые имеют свой пропуск на организованную группу детей. Также у нас контролирует неведомственная охрана территорию нашего санатория. Ну и опять же все взрослые воспитатели, все дети проходят инструктажи по технике безопасности, противопожарной безопасности. То есть у нас с этим очень строго все это контролируется. В условиях Крайнего Севера здоровье детей страдает от недостатка витамина Д и кислородного голодания. Именно поэтому врачи рекомендуют родителям ежегодно вывозить детей на юг. Для тех, у кого нет такой возможности, и существует программа по отдыху и оздоровлению детей Ниньского автономного округа. Поездка в лагерь организована Управлением труда и соцзащиты. Средства на эти цели заложены в окружном бюджете. Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно Евпаторию, и много ли деток сюда поедет в будущем? В первую очередь мы выбирали Крым по условиям 44-го мобили и торги, и вышли, подали заявки. В основном две заявки были, которые касались только Евпатории. Из двух заявок мы выбирали. Потому что по второй заявке это был не сам лагерь, а турагентство, по которому можно было из нескольких лагерей выбрать. У меня специалист выезжал, они смотрели на месте все это. Из тех вариантов, которые были предложены, пять вариантов, остановились на этом варианте. Проживание дети проживают по три человека в комнате. То есть, чтобы не больше четырех, это было основное условие проживания в комнате. Покупаться в море и оздоровиться в лагере «Дружба» в течение лета приедут еще две группы детей из нашего округа. Всего в Крыму отдохнут более 300 наших детей. Способствует оздоровлению и пятиразовое обогащенное витаминами питание, и солнечные ванны, и многие другие факторы. Мягкий климат, богатая растительность и чистый морской воздух, несомненно, благотворно влияют на здоровье детей. Впрочем, лагерь «Дружба» не единственное место, где смогут отдохнуть ребята из Нейнского округа. Уже на будущий год они смогут отправиться в другие лагеря Крымского полуострова. Ну а пока они будут набираться сил, энергии, купаться, загорать и получать позитивные эмоции. Впереди у них целая смена. Север, Евпатория, Крым.